Здравствуйте! С вами программа «Финансы» и сегодня я, Карен Туманянс, буду выступать в роли ее ведущего. Все мы с вами живем в очень нестабильных условиях. Постоянно меняются цены на товары и услуги, изменяются процентные ставки в банках, колеблются валютные курсы, происходят перемены на работе и в семье. Все мы вынуждены каким-то образом приспосабливаться к этим изменениям. Но все-таки каждый из нас пытается достичь каких-то целей, которые он ставит перед собой, стремится достичь материального и финансового благополучия. Сегодня мы решили поговорить о финансовом планировании как средстве, при помощи которого можно достичь тех целей, которые мы перед собой ставим. Сегодня мы на эту тему беседуем с директором Волгоградского филиала БКС Премьер Максимом Головатовым. Добрый день, Максим, скажите, пожалуйста, что же такое финансовое планирование и как с ним обстоят дела в Волгоградской области? Далеко не все наши сограждане занимаются долгосрочным финансовым планированием. Нежелание планировать финансы в первую очередь связано с тем, что мы не привыкли ставить долгосрочные цели, а привыкли брать все и сразу. Мы берем кредиты, не рассчитывая, как мы будем с ними расплачиваться. Естественно, что лучше всего обратиться к профессионалам в этом сложном мире финансовых инструментов, к финансовому советнику. Тем более, что финансовый советник будет сопровождать клиента на протяжении многих лет. При этом наиболее эффективный путь к цели – это составление детального финансового плана. Сравнение можно привести к бизнес-планам какого-либо предприятия. Недостаточно просто захотеть, необходимо определить параметры цели. Саму цель, срок, сумму и, естественно, разработать конкретную реализацию этой цели. Для этого необходимо обратиться к финансовому советнику. Ну, а скажите, пожалуйста, с чего можно начать путь к достижению вот некой там своей финансовой цели для обычного рядового волгоградца? Для начала нужно выстроить свой бюджет, разница между доходами и расходами. И если эта разница будет равна нулю или меньше нуля, то вероятность достижения цели, следовательно, будет тоже равна нулю. Для примера, семейная пара по 27 лет, доход на семью 100 тысяч рублей, расходы на семью составляют 98 тысяч рублей. Цель семьи – регулярный отпуск по 100 тысяч рублей в год. Естественно, если в месяц свободных 2 тысячи рублей, это нереально. Даже если брать кредит на 100 тысяч на максимальный срок в 5 лет, все равно ежемесячный платеж составит 3 тысячи рублей при ставке 25 годовых. Иными словами, на один отпуск еще можно взять кредит, но в дальнейшем на отпуск у семьи просто не будет денег. Однако я вам советую не замыкаться в рамках своей семьи и сразу обратиться к специалисту БКС «Премьер». И тогда он вам скажет, что для достижения финансовой цели нужно первое – оценить финансовую ситуацию, то есть понять, какие есть уже сбережения и как можно их откладывать на регулярной основе. Если финансовое положение нерегулярно, как его можно оптимизировать? Второе – определить параметры цели и рассчитать вероятность ее достижения с учетом вашего стиля инвестирования. И, наконец, третье – подобрать финансовые инструменты, наиболее подходящие для достижения вашей цели. Все-таки как можно изменить ситуацию? Что можно сделать все-таки для того, что хорошо, мы ставим какие-то более скромные цели? Как вы, как консультант, видите здесь возможности какие для обычного человека? Текущую ситуацию необходимо оптимизировать. Определить слабые места в своем бюджете очень просто. Для этого необходимо ввести бюджет хотя бы месяц-два. И они обнаружатся, впоследствии их можно будет исключить. Обычно это около 20% нашего бюджета. И как раз эти деньги можно пустить на сбережение и на достижение своей цели. Финансы требуют осознанного подхода. Будет лучше, если вы привлечете третью сторону – финансового консультанта. Осознание своей текущей ситуации позволяет понять, насколько реально достижение своей мечты. Как показывает практика, шанс есть всегда. Но нужен какой-то пример. Человек принимает решение о покупке машины. Причин может быть много, не будем на них останавливаться. Как создать финансовый план покупки машины? Оценим нашу текущую ситуацию. Текущее сбережение – 150 тысяч рублей. Доходы – 50 тысяч рублей в месяц. Расходы – 35. Определим параметры цели. Сумма – 500 тысяч рублей. Срок – один год. Мы можем сдвинуть срок на 2-3 месяца, но не более. Определим, какую часть из нашей суммы нам нужно накопить, а какую будем брать в кредит. Предположим, мы решим накопить 350 тысяч рублей, а оставшиеся 150 в кредит. Оценим наш стиль инвестирования. Наиболее часто встречающийся стиль – рациональный. Человек готов пойти на умеренный риск ради получения потенциальной доходности в 15-18% годовых. Рассчитаем вероятность накопления нужной суммы с учетом нашей текущей ситуации, возможности регулярных сбережений 15 тысяч рублей в месяц и ожидаемой доходности. Видим, что вероятность достаточно высока, значит можно приступать к выбору решений для инвестирования. Выбор инвестиционных инструментов лучше сделать вместе с финансовым советником, который поможет вам разобраться в их многообразии и сделать правильный выбор. Необходимо регулярно отслеживать свой путь к цели, корректировать инвестиционный портфель по мере необходимости. Приведем еще один пример. В нашей стране безусловной ценностью является приобретение жилья. Однако приобрести квартиру здесь и сейчас чаще всего невозможно. Для этого необходима ипотека. Но без первоначального взноса вряд ли банки выдадут нам кредит. Более того, либо это будет огромная переплата, либо они откажут. Поэтому если вы задались целью купить себе жилье, мы рекомендуем вам накопить хотя бы 30% на первоначальный взнос. Если откладывать хотя бы по 20 тысяч рублей в месяц, то уже через два-три года при грамотном подходе к инвестированию можно накопить до миллиона рублей на первоначальный взнос. В таком случае условия ипотеки будут гораздо более выгодными для вас. Считается, что вот этим финансовым, планированием и собственно сбережением средств занимается очень узкий круг людей. То есть это некие, ну как правило считаются люди, которые уже достаточно состоятельные, имеют высокие доходы. И вот для них эта модель, эта система поведения, она естественна и понятна. Для большинства людей, по крайней мере, так думают, финансовое планирование и вообще накопление и сбережение средств не имеет никакого смысла. В настоящее время в России дела обстоят именно так. По результатам многих исследований, лишь 15-20% занимается финансовым планированием и инвестированием. Однако еще 5-7 лет назад эта цифра была гораздо меньше. Поэтому в последнее время количество наших соотечественников, заинтересованных своим будущим, неуклонно растет. Разумеется, делая первые шаги в инвестировании, очень легко сделать ошибки, выбрать не те инструменты, стать жертвой мошенников, тем же самых МММ. Поэтому каждый, кто заинтересовался инвестированием, мы рекомендуем обратиться к финансовому советнику, опытному человеку в мире финансов, который подберет тот стиль инвестирования, те инструменты, которые помогут каждому клиенту в достижении его личных финансовых целей. Хорошо, понял. Спасибо вам большое. С вами была программа финансы. Удачных вам инвестиций и удачного финансового планирования. Спасибо, до новых встреч.